Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! На прошедшей неделе, 22 июня 2023 года, мы вспоминали начало Великой Отечественной войны. Прошло 82 года. Позволю себе поразмышлять на темы страшные даты в нашей истории. Народ живет, пока чтит свои духовные традиции и имеет долгую историческую память. Смотрите, никто в мире не кричит о том, что Китай должен предать забвению все, что происходило в его многовековой истории. Никто не упрекает еврейский народ за то, что он помнит свою более чем двухтысячелетнюю историю. Но западные медиу-рупоры попрекают нас сегодня, славян, памятью о Великой Отечественной, священной войне. Почему мы должны забыть своих родных и близких, погибших в ней, если трагедия коснулась каждой нашей семьи, каждой семьи белорусов? Потомки палачей перекладывают на нас вину, искажая факты, заставляют не помнить, что происходило, не помнить для того, чтобы их совесть не мучила, чтобы они могли продолжить незавершенное дело своих дедов. Но если мы забудем, то обесценим и предадим великую победу. И сами попадем в те же, только уже современные лагеря и в те же ямы, в которых нацисты мучили наших предков. Сегодня это цивилизованная рекреация. Вот почему храм-памятник, где мы и записываем эту передачу, как национальный мемориальный комплекс, храм-памятник в честь всех святых с его крипто и музеем памяти, одно из мест, которое будет сквозь толщу лет напоминать нам, белорусам, о том, кто мы. Это место, где наш гражданин стоит перед своим народом и своими предками. Он верит в бессмертие души и верит в воскрешего Христа. «Посмотрите, как долго и тщетно мы ищем национального героя». «Почему?» Ответит крипто. «Потому что у нас героическим является простой человек, сам народ. Солдат, честный офицер, партизан, сохранил и родную землю, и веру, и свои ценности». Вдумайтесь в нашу историю. Два столетия этноцида вынес белорус, отстояв веру и традиции. Но не один он ее отстаивал, а с помощью братских народов. А сколько войн прошлось по нашим Нивам и заглянуло в каждое окно. Простой человек все равно сеял рожь, рожал детей и умирал за Родину. А последняя война унесла жизни трети нашего населения. И воевал, и отстраивал города, и села Беларусь, и снова не один, но вместе с братскими народами и союзными республиками некогда великой страны. И мы живы. И страна у нас сегодня красивая. И если дальше будем чтить Бога и любить свое земное Отечество, будем молиться за своих предков и помнить свою историю, будем дружить с теми, кто нас не предаст, то будем жить и дальше развиваться. Мы должны помнить не столько зло, которое ворвалось в нашу страну 22 июня 1941 года, а тех воинов, кто пал в ратном подвиге, тех мирных людей, кто погиб в пламени войны, в том числе и за свои духовные ценности. Их имена, их судьбы расскажут нам, сами расскажут, какой ужас несет война. Кроме того, наша память не должна быть формальной, но должна быть действенной. то есть это должна быть и молитва к Богу, ко Христу, о павших и погибших. Потому что павшие – не тени прошлого, их души живы в вечности, поэтому и сохранять в веках нужно имена. К сожалению, не все имена знаем, и тогда молимся о воинстве, о жертвах геноцида. Ведь среди них много было людей святой жизни, и поэтому храм-памятник посвящен всем святым, чтобы чтить каждого, даже безымянного. А крипто призвано хранить историческую правду именно как память о людях. Ведь здесь земля в сосудах – это не просто символ тленности или родной земли, но это и овеществленный прах павших и умученных, а значит, это говорящие свидетели истории. Вот капсула с детского лагеря «Красный берег». Значит, был такой ужасный факт. А вот урна с пеплом из лагеря смерти тростенец. Значит, немцы и их пособники уничтожали людей. Не выдумка эта. А во многих нишах земля из мемориалов советским воинам, освобождавшим Европу. Так значит, советская армия не оккупант, а освободитель. И западным странам есть за что благодарить советского солдата, русских людей и нас, в том числе, белорусов. Музей памяти хранит сведения о каждой нише крипты. Кто захоронен, как погиб. И еще в музее есть общее сведение о войнах. Дата, количество войск, количество павших. Чтобы был мир, нужно знать правду. И славную в подвигах, и горькую в предательствах. Но помнить нужно людей, а не зло. Ведь патриотизм заключается не столько в защите Родины, сколько в формировании своего отношения к ней. А защищать можно только то, что любишь. А чтобы полюбить, нужно знать свою землю. Понимать, почему мы, белорусы, такие. Почему именно так смотрим на мир, а не по-другому? Ведь когда мы узнаем человека, нам важно его духовное наполнение. Вот так и с Родиной. Важно понять, какой высоты духа наш народ. И когда откроется суть нашей истории, нашей традиции, тогда не нужно даже юного человека заставлять быть патриотом. И, наверное, память – это то, что связывает поколение. Вот почему говорить о прошлом необходимо с молодежью. Вот почему такая молитвенно-действенно-правдивая история, которая открывается в крипте на мемориалах славы, на братских могилах, формирует любовь к Родине, формирует идентичность, закладывает культуру памяти и преемственность ценностей. Потому что тогда само собой получится полюбить то, что красиво, вечно и радостно. Пусть будет так. Пусть будет так.